Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, как вы уже поняли, меня зовут Нала и сегодня я покажу вам свой скетчбук и все то, что я нарисовала за июль, август и немножечко сентября. Ну что ж, поехали! Ну что ж, дорогие мои, наконец-таки пришло время для скетчбука. Говорить о том, как вы долго его ждали, бесполезно, поэтому сразу приступлю. Извиняюсь заранее за срач на столе, потому что он у меня грязный, я его не успела вымыть, но он все время у меня в работе, поэтому так. По-моему, я остановилась вот здесь, даже вот здесь. Снимаю сетра, потому что вообще другого времени нет, решила прогулять одну пару. Ну как прогулять? У меня просто все уже готово и сидеть там я не вижу никакого смысла. Вериться с трудом. Но это все. Что у нас здесь изображено? Это смена пола для Рюка. Вы помните, как я фанатела от аниме Kill la Kill? Я очень сильно не хотела его смотреть, потому что знала, что я в него влюблюсь и буду все время везде и где только можно это все рисовать. Вот это Рюка Сайгетсу. Когда Сайгетсу ее поглотил, я безумно нравится, как она здесь нарисована. Она вся такая динамичная, я обожаю динамичные работы, но вы знаете. Вот, я хотела ее даже покрасить, но мне жалко вот здесь вот Мэтта. Я не помню, по-моему, я это показывала. Если не показывала, то как бы вот, маленькие скетчики, Мэтт на цельской форме. Похож на Цезаря. Сацки. Блин, брови Сацки это, мне кажется, восьмое чудо света, потому что в аниме вообще очень мало таких пышных бровей, и их сделали. Опять же-таки гайд по аниме. Это Моб Стопсиха. Я начала смотреть, потом я не понравилась, и, значит, забыла про это где-то на год, а потом опять вспомнила, такая, ой, Чопки посмотреть, посмотрю Моба. И он реально оказался очень классный, похож на Ван Панч Вана чем-то. Ну, это же один и тот же, у них там, по-моему, сценарист Ван. Насколько я не ошибаюсь. Классное аниме, короче, посмотрите. И Ван Панч Вана посмотрите, и Моба посмотрите. Ну, как герои, они очень противоположны по характеру. Ну, а там есть некоторые сценарные ходы, однообразные. Ну, ладно. В общем, все сами видите. Вот это был мой самый любимый момент из этого аниме, когда... Или аниме, ладно. Когда он переодевался в девочку. Ну, там что-то надо было, они переодевались в девочку, примотали какие-то косички на скотче. Это было вообще огонь. Так, я думала сделать пины с Аркакием депутата или мамки на депутата. А вот это я все хочу себе татуху набить. Вот, поскольку я поступила в Строгановку, я решила, что надо ее куда-нибудь набить. Но пока у меня нет ни денег, сильного прям свербения в одном месте. Но когда-нибудь я ее, наверное, точно сделаю, если через месяц не решу, что это полное говно. Логично же. Ну, вы знаете, как обычно. У меня немножко болеющего, в общем, поэтому такой голос. Нала в форме Рюко. Блин, мне очень нравится ее тело, но очень длинная грудная клетка. Вообще, мне нравится вот этот скетч. Наверное, нельзя это назвать полноценной картинкой. Это тоже пины, я думала, сделать или не делать. И вообще, пины крутая тема, но их заказывать очень тяжело. Блин, мне нравится она. Вот я, на самом деле, ей замазала лицо, потому что она не получилась. Но и так вот, как бы, она смотрится очень концептуально и модно, согласитесь. Ой, это, боже ты мой, это моя любимая скетчевая страница. Вы посмотрите. Она идеальна. Вот эта страница идеальна. Почему я не рисую так всегда? Во-первых, я уже смирилась за бумагой. Она, кажется, мне не такой плохой. Ну, за 600 рублей, конечно, плохая, да. Но, в принципе, норм бумага, потому что у меня сейчас немножечко другой скетч-бук. Вот там бумага вообще... Ох, блядь. Простите, это был подарок, но маркерами там никак. Не рассчитано на маркеры. Ладно, в этой страничке, наверное, это мои любимые герои. По-моему, я это показывала уже, да? Ну, ладно. Это, в общем, мои любимые герои. Вот килл-лакил. Сет Сацки, Мэтт Рюко. Они по характерам вообще очень похожи. На ламака, который делает... Аллилуйя! Ну, вы знаете. Сезарь, это мать их. Рагия, по-моему. Ой, какие странные эти японские имена. В общем, вот. Посмотрите на их тела. Они же божественные. Дай бог всем таких мужчин. Ооо. Анальное лицо. Здесь она такая миленькая вообще. Сет в своем обертуаре. Мэтт. Вот Мэтт немножко подкачал с лицом, но это как бы я кривожопая. Вот. И даже Цезарь получился, по-моему, суперский огонь. Ну, в общем, мне они здесь очень нравятся. И штриховочка такая приятная для глаза. Дальше. Это я решила посмотреть какой-то российский сериал. Слушайте, да, я же очень любила смотреть российские сериалы. Ну, я и сейчас люблю их смотреть. То есть, это было мое поступление. Я решила расслабиться, пока ждала результатов. Когда я... Представляете, как давно это было? Когда я поступлю или не поступлю, я, в общем-то, смотрела «Красную королеву» сериал. Вот вы сейчас там где-нибудь смеетесь за кадром. Он действительно очень прикольный. Я считаю, что это один из лучших сериалов вообще по России один каналу. Потому что концовка там... Я не буду спойлерить, но концовка там намного отличается от всех сериалов, вот, в общем, на первом канале. Она прям меня удивила, поразила. Если вы хотите посмотреть какой-нибудь русский сериал, а хорошие сериалы на ТНТ вам уже надоели, можете посмотреть вот этот вот «Красная королева». Он вообще все зайдет, отвечаю. Так, вот это скетчики оттуда. Всякие модели, потому что там про моделей советско-союзных. Так. Ой, это шикарное видео я нашла в интернетах про то, как мужик кормит котика с ложки. Что может быть милее этого? Я решила нарисовать такого котика. Мне кажется, он даже хорошо получился. Это прям Цезарь у меня вышел. Вот. Такая тарелочка, как из Винни-Пуха. У меня все время тарелочки такие кривые. Наговорила-то сколько. Очень классный котик. Тут тоже вот этот котик как бы там в разных всяких таких ракурсах. И была какая-то кривая Налан. Ну, не классика жанра. Вот с этого момента я не показывала вам ничего точно, потому что я помню. Это мне пришли... Я сразу так перескочила. Это мне пришли маркеры, хамелеоны. Прекрасные мои на обзор. И я решила порисовать ими. И вот у меня получилась такая сан. Обожаю принцессу Мноноки. Это один из моих любимых фильмов от Хаяо Миязаки. Я смотрела его в детстве. Моя психика нарушена очень сильно. Я смотрела лет 12. На меня это вообще, не знаю, или в 11, может даже в 8, короче. На меня это дикое впечатление произвело. Потому что мои родители считали, что мультики, они же для детей. И чего? Пусть посмотрят. Как бы, да. Есть какие-то моменты, которые вот в детстве ты увидел, да, допустим, или ты их вспоминаешь, и они формируют твое бытие сейчас. И мне нравится очень ее выражение лица. Ноги, конечно, очень длинные. Ну, я люблю рисовать длинные ноги, но это прям вообще даже как бы тут говорить не о чем. Вот эта нога уехала немножечко от таза, ее поподвинуть. Но в целом нормально. Это я летом, потому что была дикая жара, там 30 градусов, я не знаю. Писечки и коти, кстати. Я рисую на графическом планшете, потому что я реально сидела, рисовала и понимаю, что я потею. Я как не сяду, у меня все жарко, у меня перо из рук выскальзывает. Все это так неудобно, неприятно, я решила это нарисовать. Так, пухленькая налочка, которую надо раскрасить, и она будет такая миленькая, ну прям что-то пухлое нало вообще не катит, и она не такая хрупкая. Лапу-то тоже хотела сделать маркерами, но потом забила. А вот этот зверь, он тоже из аниме принцессы Мононоки, аниме. Это лесной бог оттуда. Я весь интернет перелопатила, чтобы найти его вообще как его рисовать. Да, и пришлось опять пересматривать. Опять слезы, ностальги. Ой, прекрасный. Ой, батюшки, этот разворот. Тут что-то стоящее в скетчбуке. Разворот по килл-лакил, икс-пиксельная, нала. Да. В общем, это все мои герои в образах персонажей. Килл-лакил, это Сет, Мэтт, Нала, Джо, Дездроперма, Цезарь, Миша и Голубев, и Нала, и все. Здесь есть все, кроме Тихона. Тихон это мышка, и ладно. Блин, мне безумно нравится покрас, мне безумно нравится работать этими маркерами, потому что все персонажи получаются просто, ну я не знаю, просто офигенно. Здесь все и легло хорошо. Голубев, правда, немного светится, он должен быть в тенечке. Если, как бы, не прикапываться к косякам по анатомии, это шикарно. Не то, чтобы я прям так себя сильно нахваливала, но если взять все работы из моего скетчбука, во-первых, все доделала, потому что я редко что доделываю, а во-вторых, здесь, ну все получились довольно миленько, и нет прям таких запорных моментов, скажем так. Так, вот. Это я начала челлендж. Как всегда, я его не закончила, но это потому, что я пошла в институт, и нас там дико нагрузили по учебе. Я вообще просто такая, вот так вот просто живу. Это маленький Мэтт, ему здесь лет 13 или 15, и его кто-то побил, кто-то, но по теням мы можем понять, что это было для человека, вот раз, два, три. Ну, в общем, его жалко. Мне нравится его красный глаз, потому что он такой прям, эх, получился ничего. По цветам мне нравится свет от лампы, здесь должна быть лампа какая-то, она в каком-нибудь, в каком-нибудь подворотне, знаете, мне нравится, как она выглядит. Классный рисунок. Это я тоже, кстати, юзала маркеры, это, по-моему, еще было перед большим разворотом, потому что я деппе тренируюсь, думаю, на чего-нибудь маленькое. В какой-то день, значит, ос вскрывает вены, это сет. Вообще, я думала делать челлендж Мэттом, но ладно. Было вдохновение почему-то на него, я его 300 раз перерисовывала и переделала ему лицо, потому что оно не получалось. И вот здесь сбоку вы можете заметить теток на пляже. Я же ездила в Чернокорию, там были всякие теточки, вот они. Тетки на пляже, я их рисовала, и мужики, вот этот мужик мне вообще нравится. Вы посмотрите, какая у него секси поза, это вообще что-то, я прям с собой горда. Дети, шикарстые тоже дети, дети, какие-то тетки в очках. Вот, это нарисовали мои любимые подписчички, подписчики мои, которые пришли на сходку. Спасибо вам большое, мне было очень приятно, вы у меня очень творческие, очень классные, и многие рисуют даже лучше, чем я. Спасибо, ваши скетчи. Это же опять мои наброски людей, посмотрите на этот жир, это великолепно. Так, дети, почему-то все одинаковые, я не могу рисовать разных детей. Вот эта женщина мне нравится, у нее прям такой нос колоритный. Так, опять челлендж, а! Когда этот день мне очень понравился, я решила, что я не буду делать его банально, и решила нарисовать так, значит, два персонажа играют в психиатра и психируемого, короче, пациента, вот. Мэтт, в общем, спрашивает, мне все-таки кажется, что моя маниакальная тяга к насилию, это не очень нормально. И все-таки такой, ты решила поиграть с моим психиатром, я же вообще-то типа хирург. Вот, и они такие за пивком, там где-нибудь в море или в бассейне, такие чилят, наслаждаются, и она такая, ааа, помогите, я убираю! Какой у меня сейчас противный голос был. Только мне не нравится красный Мэтт, потому что он как будто бы, я не знаю, у него как будто бы ветрянка, которая сконцентрировалась на плечах. Короче, плохо растушевала маркер, и поэтому вот такое вот одно получилось. О, с кого-то убил, не помню, какой день. Мне очень нравится этот скетчик, потому что здесь есть фон, ну, хотя бы так, да, тело Налы мне нравится здесь, такое прям девичье, хрупенькое. Мэтт, ничего, я вообще забыла, как рисовать мужские торсы, но, слава богу, вспомнила. Лицо Мэтта, Нала, я считаю, что этот скетч вообще удался очень хорошо. Боюсь, что если я буду его красить, то я все испорчу. Ой, опять, 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 это значит у меня все это тема какого-то отдыха, потому что я люблю на отдыхе рисовать отдых. В общем, Сэт, Нала, Мэтт. Нала позирует для Инстаграма, где-то там на камушек оперлась, такая, сфоткаешь меня? Сэт ее фоткает, и Мэтт, который влез и не дает нормального снимка сделать. Главное его качество не то, что он садист, бабник, мошенник, мажор и прочее, прочее, а то, что он портит фотографии. Девочки, запомните. Никогда не выбирайте себе такого мальчика, который портит вам фотографии. Так, это я слушала монеточку, и что-то решила нарисовать такое плаксивое. Залезь мне в сердце, а не ширинку джинс. Что-то она мне в последнее время очень нравится, монеточка. Почему-то Мэтт, который плачет для разнообразия, он никогда не плакал у меня ни на каких артах. Это опять какой-то день Оз Яндере. Я пыталась вообще понять, что это такое Яндере, и оказалось, что это персонаж, который причиняет другому персонажу, которого он любит, какой-то вред. Типа, сам этого не понимает. Господи, какой у меня ужасный голос. Сейчас, потерпите пять минут. Я решила, что сет очень хорошо подходит для этой роли. Не Мэтт, но сет вообще идеальный. Если вы читали фанфик, вы понимаете, о чем я. Опять же, такие прекрасные мужские торсы, прекрасные мужские попки. Ну, хоть я не разучилась их рисовать за лето. Вот эта прекрасная картина. Это, наверное, Пикассо, потому что дело происходит в Мэтте дома. Он же такой весь любитель искусства. Поэтому вот. Причащая Нала. Мне нравится вообще, как я, когда скетчи, я все нормально рисую. Когда мне надо обводить, то это вообще какой-то трэш получается. Ну, собственно, диалог можете прочитать или найти его где-нибудь в паблике. О, это я. Это у меня долго не было обновлений, потому что я купалась в Черногории и ничего не делала. Я решила себя нарисовать и, собственно, самое оно, по-моему, идеально. Ну, и вот, значит, это один из последних дней. О, сканнибал. Я решила нарисовать Налу, одержимую лазурином. Там у меня опять кто-то ремонт делает в 10 часов утра. Гады. Вот это, как вы поняли, грудная клетка, то бишь ребрышки запеченные там с яблоками. Мэтта или сета кого-нибудь из них. Можете представить сами, кого вы больше не любите. Это, значит, чьи-то пальчики, глазки и легкие. Ну, и какие-то маленькие, наверное, я не знаю, в чьи. Наши лазурин даже неплохо получилось. Я хотела сделать ей светящиеся глаза белой ручкой, но мне ничего не вышло. Блин, я замазала эту прекрасную картинюшечку. Я хотела сделать ее в цвете, какая же это пицца. А вот это надо было нарисовать героя в образе какого-нибудь маньяка. И у меня был Мэтт в образе Патрика из «Американского психопата». Кстати, всем советую посмотреть этот фильм. Хорош, хороший. Там и главный герой вообще огонь. И, собственно, ну, я думаю, вам понравится. Но он, конечно, жестокий, собственно говоря, по названию. Там был такой кадр, где Патрик снимал какое-то хоум-видео с женщинами легкого поведения. Ну, типа, с ночными бабочками или еще что-то. И он там так красовался, просто смотрел в зеркало. Он себе такой, ой, какой я красавец. И, собственно, продолжал все это дело. И я решила, что Мэтт идеально подходит просто на эту роль. И как бы мне не хотелось рисовать какого-нибудь там Фредди Крюгера. И типа, я не знаю, все это так пафосно. И уже сто раз это было. И я такая, вот, нет. Давайте что-нибудь новенькое. Вот здесь вот самый внимательный зритель может заметить меня. Это я. И здесь написано, что это оказалось важнее, чем я думала. Это про то, что я стала старостой. И теперь у меня свободного времени нет, в принципе, вообще. А, ну вот, тут я что-то записывала уже, как вы можете видеть. Тут гипс. Часто делаем всякие изделия из гипса. И просто из емкостей. Просто заливаем какие-то формы. И так далее. Это значит, я была на выставке. Точнее, мы были с группой на выставке. Всяких поварешек, ложек и прочей домашней утвари. И там были всякие принты с цветочками. Не только. Я решила, в общем, изобразить своих модных женщин в шарфике с принтами из цветочков. Почему бы и нет, собственно. Ну и давно я ничего не рисовала. Также попробовать акварельность маккера. Да, это Нала после всех манипуляций, которые с ней сделали. И она очень суровая. И она здесь похожа на... Не знаю даже на кого. Наверное, на моба. В общем, вы поняли. Или на Сайтаму из One Punch Man. Покрас такой, знаете, шальной. Но она такая скетчевая. Не сказала бы, что это полноценка. Но все равно, знаете, мне нравится. Ну и последняя страничка моего скетчбука. Потому что у меня даже закончился скетчбук. Здесь это должна была нарисовать какую-то Нала в ракурсе. Но мне стала так ленья. И вот здесь достаточно милая картинка. Это Нала Мэтт и Сэт. Они должны где-то либо лежать на кровати. Либо сидеть где-нибудь, типа там на диванчике в кино. В домашней такой обстановочке. Здесь я хотела какой-нибудь пледик нарисовать. Но не доделала. И у Налы даже, видите, рука не дорисована. Так что все возможно. Но поскольку это последняя страница... Кстати, вот этот первый разворот я тоже нифига не доделала. Потому что мне очень лень. Я вообще очень ленивая. Ну а сейчас просто еще и времени не хватает плюс к этому. А вот здесь я, короче, мне приснился какой-то сон про котов. И я решила сделать такой же Зин. Про, ну, короче, то, что мне приснилось, я решила превратить в Зин. Но пока что-то руки не доходят. Это вот я встала, взяла маркер первую попавшуюся и нарисовала то, что мне осенилось. Но не так, конечно. Вот, ну, примерно. В общем, как-то так. Это был весь мой скетчбук. Надеюсь, вам было интересно. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в мою группу ВКонтакте. Ссылочка на нее обязательно будет в описании. А также не забывайте нажимать на колокольчик. Ведь именно с помощью него вы узнаете, что на моем канале наконец-таки вышел новый видос. И не забывайте, конечно же, подписываться на мой инстаграм. Вам не сложно, а мне очень-очень приятно. Я знаю, что вы за мной следите. И не забывайте оставлять комментарии, потому что ваши самые крутые, веселые, смешные и прикольные отзывы о моем видео, по моему мнению, попадут в следующий ролик. Так что все зависит только от вас. Всем вдохновения и хорошего настроения. Пока-пока-пока. Продолжение следует...